Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и сегодня мы с вами обсудим громкие новости, которые появились совсем недавно. Для кого-то это будут радостные новости, для кого-то печальные, но я точно знаю, что они будут интересны, по крайней мере вторая новость, которая покажет нам график игр подписки Game Pass, которые уходят в этом году. Перед началом видеоролика, как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем, что консоли нового поколения можно найти на Е-каталог, да, и даже Xbox Series X. Тут вы сможете и с техническими характеристиками познакомиться, найти самые выгодные и самое главное доступные предложения, также вы сможете почитать здесь отзывы ребят, чтобы понять минусы и плюсы, что людям понравилось, а что нет, ну а еще здесь динамика цен есть. Помимо всего, тут можно найти статьи о гаджетах, обзоры, рекомендации, что также удобно и интересно. Поэтому, если ищешь себе консоли, смартфоны и прочую электронную технику, то делай это на Е-каталог, поскольку он теперь доступен и в Казахстане. Начнем, пожалуй, с новости о том, что Microsoft прекращает производство всех консолей Xbox One. Многие, конечно, могут переспросить и удивиться, мол, а разве Microsoft не прекращала это делать раньше? Прекращала, но лишь модели Xbox One SL Digital Edition, ну, которая без дисковода, и Xbox One X. Сейчас же новость гласит о том, что никакую модель Xbox One больше не производят. Я не знаю, как для вас, но Xbox One это, по сути, та консоль, которая останется у меня в сердце навсегда. Вот при помощи этой коробки я, по сути, начал контент, потому что на начало канала у меня не было нормального пока, чтобы монтировать, и свои первые видосы я делал именно здесь. Плюс данная коробка, она мне подарила просто кучу офигенных эмоций, ну а также и игр, ну эксклюзивных игр. Плюс я считаю, что Xbox One это некая база Xbox Series, поскольку у них практически аналогичный геймпад. По сути, та же система, и все, что сейчас случилось с Xbox Series, да, это некая заслуга Xbox One. Да, может быть, в каких-то моментах Xbox One просто налажал, но так или иначе, Xbox One позволил сделать Xbox Series еще лучше. Поэтому, пацаны, просто эф за этого старичка. Может, многие спросят, а зачем они вообще прекращают это делать, консолей и так мало, и тут на самом деле очень просто. Прикол тут в том, что они сейчас все силы пускают на выпуск консолей Xbox Series S. И несмотря на то, что весь игровой рынок сталкивается с проблемой дефицита консолей, каким-то чудом Xbox Series S это особо не цепляет. И именно поэтому менее мощную консоль можно встретить на полках магазинов куда чаще. Ну а что касаемо мощных консолей, то там поговорят, что просто нету в наличии каких-то чипов, и поэтому их так сложно сделать. Ну а если здесь затрагивать вопрос, ну а как там дела у PlayStation, то там все еще идет процесс выпуска PlayStation 4, поскольку у них, как вы знаете, нет младшей консоли. Кстати, поговорят, что там сделают, по-моему, около полмиллиона или миллиона штук. И исходя из этой ситуации, мне почему-то кажется, что у PlayStation, ну, попросту не будет младшей консоли, и они просто забьют фиг, и, возможно, выпустят потом более мощную консоль, так же, как и Xbox. Мне почему-то, кстати, кажется, что в новых консолях там, наверное, будет больше трассировки лучей, скорее всего, она там будет качественнее, ну и, скорее всего, опять же, более производительные консоли. Ну, короче, вы знаете, это весь маркетинг и то, как нам компании хотят продать новые консоли. Если вы вдруг задаетесь вопросом, а какую тогда консоль сейчас покупать, если PlayStation 4 продолжает выпускать, то отвечу, на самом деле, очень просто. Если вы хотите консоль на долгосрочную основу, чтобы играть во все новые игры, которые выходят там в ближайшие 5 лет, то берите PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Кстати, по моему мнению, Xbox Series S, она должна прожить ровно столько же, сколько Xbox Series X. Да, я понимаю, там, я не знаю, будет меньше разрешения, скорее всего, меньше FPS в каких-то играх, но так или иначе, у вас будет возможность играть в новые игры по типу там Stalker 2, который выйдет, к сожалению, 8 декабря. А может и не выйдет, а выйдет вообще потом. В случае, если у вас ограничен бюджет, и вы пропустили все игры 7 и 8 поколения, и вам пофигу на новые игры, то вы здесь можете смело брать 8 поколение, играть там, потому что там игр просто дофигища, и, соответственно, ждать, либо когда новые консоли выйдут, либо когда просто на них будут скидун. Вот и все. Но в любом случае, если есть возможность, цельтесь всегда на новые поколения, потому что они более актуальны, и на них выходят новые игры. Вот и все. Также хочу добавить самую важную информацию. Прекращение производства консоли Xbox One – это не означает прекращение поддержки. Также хочу добавить самую важную информацию. Прекращение производства консоли Xbox One – это не означает прекращение поддержки. Просто многие задаются вопросом, а вот сколько будет еще поддерживаться консоли Xbox One S? Да, данные консоли, по сути, сейчас не особо актуальны, ибо есть и будут игры, которые не выйдут на эту консоль. Но благодаря всей этой теме с дефицитом, плюс с не такой разной системой, можно с уверенностью сказать, что часть мультиплатформы все равно будет выходить на старое поколение, и аргумент тут довольно-таки прост. Заключается он в количестве пользователей. Да, сейчас с разрабом, как парадоксально бы это ни звучало, при новом поколении все равно очень выгодно выпускать игры и для старого, поскольку количество пользователей и, соответственно, потенциальных потребителей контента, там очень большая цифра, и терять ее никому не хочется. Единственное, во всей этой теме актуальности консолей я столкнулся сейчас с двумя проблемами. Первое. Старое поколение, а именно консоли Xbox One, очень жутко стали тупить. Реально. Я не знаю, каким боком, но на них прилетает очень часто обновление, и понятное дело, что в обновлениях нет ничего особо нового, но в итоге мне кажется, что они просто нагружают консоль, и консоль реально становится медленнее во много раз. И сейчас она работает во много раз медленнее, чем работала до выхода новых поколений. Это реально так. Меня это жутко бесит, потому что один из Xbox у меня стоит в зале, я на нем там смотрю фильмы, иногда пользуюсь браузером, и чтобы включить браузер и консоль, ну, это реально иногда нужно подождать. Если вдруг у вас такая же проблема, то напишите об этом в комментариях. Вторая проблема появилась совсем недавно, и, на мой взгляд, она немного удивительна. Дело в том, что в последнее время, почему-то в некоторых играх, да, которые доступны и на тот Xbox, и на этот, то есть Xbox One и Xbox Series, не позволяют играть вместе с разных устройств. И я не знаю, почему. К примеру, даже Мартуха, я не знаю, по каким причинам, но там была такая возможность, то есть ты без проблем мог пригласить друга с Xbox One, там, или наоборот, тебе друг с Xbox One приглашает тебя поиграть, там, на твоем Xbox Series, и ты попросту этого сделать не можешь, потому что, типа, разные версии консолей. Дело в том, что мы до этого играли, сейчас это сделать тупо невозможно. Насколько я знаю, разработчики D&K Life 2 объявили, что на начальных этапах игры, когда она выйдет, к сожалению, вот этой, как бы, кроссплатформенной, именно, кросспоколенческого мультиплеера, оно не будет. То есть, обладатели Xbox Series, они смогут сыграть вместе с обладателями Xbox One, и это только в начале, и, типа, якобы потом разработчики наколдуют, и все это восстановят. Почему так делаются, непонятно, но у меня одна лишь теория, скорее всего, делают так, чтобы обладатели Xbox One, именно те, кто сидят на восьмом поколении, уже начинали думать о девятом. Ну, не иначе никак. Вторая новость этого видео более интересная, и там нам, якобы, слили графики игр, которые покинут подписку Xbox Game Pass в этом году. Если что, этот список можно найти у нас в Телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь на него, поскольку самые жаркие и, там, самые актуальные новости выходят сначала именно там. Исходя из данного списка, лично я выделил для себя несколько игр, которые мне хотелось бы либо наиграться, либо попросту пройти. Scarlet Nexus, очень хочу пройти эту игрушку, пожалуй, вместе с ней я бы прошел игру про крыс. Кстати, обратите внимание, что она как раз-таки уходит 1 февраля, поэтому играйте. Кстати, пока не поздно, помечу, это не официальная информация, а лишь слита инфа пользователя, которая нашел ее в Microsoft Store, поэтому все это еще не официально, но все-таки иметь в виду. Кстати, вообще офигеваю от того, что MNCast на консолях вообще платно, он, кстати, исчезнет 16 декабря этого года, вот. И, наверное, из этого списка меня привлекает Рогами 2, может быть, Black for Blood и, пожалуй, Overcookies 2, поскольку мне нравится эта индюха. Если вдруг этому удивились, что, мол, капец, столько игр уходит, то не удивляйтесь, это все-таки список на весь год, и такова подписка. Игры приходят, игры уходят, и в этом как бы нет ничего удивительного. Единственное, мне очень странно показалось, что в этом году не исчезнет такая игра, как Outeriders, там, Мстители, и у меня почему-то складывалось ощущение, что в эти игры вообще никто не играет, и там вообще все плохо. И, коли мы затронули данную тему, даю вам совет. Если вдруг вы видите какую-нибудь игру привлекательную такую, да, и вы хотите в нее поиграть, и она сюжетная, да, то просто возьмите и поиграйте как можно раньше, потому что бывает такое, что когда-нибудь хочешь там поиграть в какую-то игру по подписке, она просто берет и уходит. Поэтому всегда, всегда просто увидели игру, пройдите, потому что, ну, в следующий раз может быть просто поздно. Если что, игры, которые никогда не пропадают с подписки, это эксклюзивы Microsoft, то есть там Forza, Geary и тому подобное. Но бывают и исключения, потому что если вспомнить ситуацию с Forza Motorsport 7, который все-таки пропал из подписки вообще со Store, то можно сделать вывод, что по каким-то там причинам и с Microsoft эксклюзивами может быть что-то такое, но это все-таки редкость, потому что там что-то с правами у них не срослось, и теперь, к сожалению, по подписке Forza Motorsport 7 не поиграть и даже не купить. Поэтому еще раз говорю, если вдруг что-то хотите, делайте это сейчас, потому что все-таки живем один раз, и иногда попросту не бывает далее возможностей. На этом, в принципе, все. Если вдруг вам понравился видосик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно пишите игры, которые вы хотите пройти по подписке, самое главное, проходите их, и большое спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok